Мы спросили внутри, по прилету, сказали, вот мы взяли до вокзала 500 рублей. Подходишь к людям, которые здесь стоят, они называют сумму полторы тысячи. То есть, как бы, вот, оценка, видимо, происходит по внешности. Бензин, конечно, дорогой, но не настолько возмущаются люди. Сегодня днем в Барнаульском аэропорту приземлилось сразу несколько рейсов. Из зала прилета выходят десятки человек. Одних встречают родные, другие пытаются уехать на такси. Цена на поездку кусается. Частники, которые предлагают прокатиться по городу за полторы тысячи рублей, от камеры отворачиваются. Люди пытаются вызвать такси бюджетнее. У официальных сервисов такси цена, как правило, 200-300 рублей. Ждешь, конечно, но, видите, через четыре минуты будет. Это намного экономит, иногда он наспокойнее, потому что знаешь, к кому обратиться потом, если какие-то проблемы будут. Вызвать вообще практически невозможно. Позвонили номеров на пять, наверное, но никакого отклика. Нашлась машина, написано проедет через 25 минут. Мы тоже решили выяснить, насколько сложно вызвать такси в аэропорт. Время выжидаем, звоним вновь. Поиск машины еще идет. Продолжается и займет максимум 12 минут. Получается, вызвать бюджетное такси можно, но нужно ждать. А порой, пишут горожане, в социальных сетях машины и вовсе не приезжают. На днях в нашу редакцию позвонил водитель службы такси. Он пожелал остаться анонимным, но рассказал следующую историю. Он приехал в аэропорт за пассажиром. Пассажир покружился, покружился возле машины и отказался от поездки. Водитель уехал ни с чем, но отправился не на новый заказ, а в шиномонтажку. Колеса оказались проколоты. Разыгрывают ли таксисты частники? Такой театр или же поломка просто случайность сказать сложно. Таксисты, которые доезжают до аэропорта, говорят, что не слышали о частниках, вставляющих палки в колеса. Сюда нормально едете? Нормально все. Еще один вариант уехать из аэропорта – маршрутка. Как говорится, и дешево, и сердито. Правда, порой рейсы бывают ночными, а общественный транспорт в это время спит. Поэтому пассажирам приходится либо ждать утра, либо пробовать вызывать недорогое такси, либо соглашаться на ничем не обоснованный тариф местных бизнесменов. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.